Скрипач, поэт, драматург, философ. Так Георгия Голубенко могут охарактеризовать друзья. На 67-м году ушел из жизни человек, который считался неотъемлемой частью Одессы. Близкие Георгия Андреевича называют его сборник рассказов «Рыжий город» Одесской Библией, а самого Голубенко – одним из творцов культурной истории города. Когда говорят формально, так несколько, он вечная память, останется у нас в памяти, он остается в этом городе и останется в нем навсегда. И он останется не просто в памяти, он останется в книгах, что гораздо надежнее, чем человеческая память. Непонятно, непонятно, что это, зачем. Я не понимаю, что он хочет нам сказать, забирая у нас вот таких, у Одессы, у Одессы. Мы же видели эти билборды «Рыжий город», «Рыжий город», забирая у Одессы вот таких ярких людей. Мы скорбим, и нам нечем возместить эту пустоту, которая появилась. Вот что худо. Пришедшие проститься с Георгием Андреевичем вспоминают его шутки и пьесы. Несколько недель назад состоялась премьера постановки «Одесский подкидыш», написанная по пьесе Георгия Голубенко. В его творческих планах это был не последний спектакль. Он задумал новую пьесу и уже начал ее писать. И вдруг этот инсульт, и совершенно, ну вот тут никто уж не ожидал, понимаете, потому что ему становилось лучше, он уже разговаривал. Ну, как бы, вроде все шло на поправку, и вдруг вот такое вот. Недавно у него была премьера, мы с ним разговаривали еще. Я говорю, может быть, я следующий спектакль музыку, он говорит, Юра, еще сделаем. Это шок. Вечная ему память, конечно. Свои соблезнования родным и близким Георгия Голубенко выражают и весь коллектив телеканала Думская ТВ.